Производство авиационных агрегатов из полимерных композитных материалов разместится на территории Ульяновской области. Временно исполняющий обязанности Алексей Русских провел совещание по развитию отрасли, где он подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским заводом гражданской авиации. В подготовках к строительству началась с момента подписания соглашения. Первый этап планируется реализовать до конца первого квартала 2022 года. Производство расположится на территории портовой особой экономической зоны. Ульяновскую область инвесторы выбрали не случайно. Совокупность факторов, льготный режим особой экономической зоны, наличие определенных уже компетенций, которые сформировались в части композитных материалов, ну и, понятно, длительные компетенции в части именно авиационного производства. Это позволяет ему рассчитывать на то, что наши вузы и среднеспециальные учебные заведения смогут подготовить необходимые кадры для этого предприятия. Алексей Русских посетил новый лабораторно-производственный комплекс Ульяновского научного технологического центра Всероссийского института авиационных материалов. На площадке завершены все ремонтно-строительные и отделочные работы. Здесь выпускают продукцию с полимерных композитных материалов нового поколения для разных отраслей, в том числе авиационной. По своим свойствам композиты не уступают железу – прочные и надежные. При этом, благодаря их весу, грузоподъемность самолета в разы увеличивается. Центр занят в проектах Ан-124-100 «Руслан». Изготавливает покрытие для транспортного самолета Ил-86МД-90А, который выпускает Авиастар-СП. Для того, чтобы авиационная техника несла большие нагрузки, чтобы она летала долго, надежно, безопасно, надо, чтобы детали, из которых делали изделия, элементы конструкции, были прочными, жесткими, надежными, чтобы они долго и хорошо выполняли все нагрузки функциональные. И вот эту задачу наилучшим образом осуществляют так называемые углепластики. Также к работе в тестовом режиме приступил завод по производству изделий из древесно-полимерного композита «Хольцхоф Рус». Первое изделие, выпуск которого осваивает предприятие – террасная доска. Она сделана из материала, который способен выдержать без повреждений любые природные явления. У нас будет широкий ассортимент продукции для загородного дома, вообще для дома, для уличного времяпрепровождения. То есть это заборы, это террасы, это разнообразные настилы. Именно композиты стали одним из слагаемых надежного фундамента экономики. Сегодня в составе кластера работает ряд предприятий. Авиастар СП, аэрокомпозит «Ульяновск», а также единственный завод по производству лопастей в России «Вестос». Композиты, сделанные в регионе, востребованы в программах авиастроения, энергетики и медицины. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.